Вот так под аплодисменты на Мундиале не встречали ни одного болельщика, кроме нее. Меропия Григорьевна – активная поклонница футбола. Она не пропускает ни одну игру по телевизору. Конечно, узнав, что наша страна будет принимать мировое первенство, сразу же приобрела билет на отборочный матч в Калининграде. Но по ряду причин не смогла поехать. На призыв о помощи первым отреагировал глава города Анатолий Пахомов. В тот же день для Миропии Григорьевны были подобраны билеты, продумана логистика ее поездки. Пенсионерку пригласили в администрацию Сочи. Мэр в торжественной обстановке объявил, что оргкомитет чемпионата по его просьбе сделал ей подарок – выделил билет на матч в Санкт-Петербурге за третье место. Транспортные расходы взяла на себя мэрия Сочи. На следующий день волонтеры проводили пенсионерку на рейс. В Питере ее также встретили добровольные помощники и отвезли на стадион. Сегодня она вспоминает, как это было. Кругом все красиво, народу было много, там полный стадион народу. За Бельгию как будто болели мои, когда наградили, хлопали, кричали «Бельгия, Бельгия, Бельгия». А выходили, выходили и иностранцы, и наши кричали «Россия, Россия, Россия». Приятно было, в общем. Для сочинской пенсионерки это не первое посещение стадиона в Санкт-Петербурге. В прошлом году она была там на Кубке Конфедерации. Но то, как приняли ее в этот раз, поразило Миропию Григорьевну. Специальная машина была. Я как будто мер в городе или кто-то. Меня ждали, встречали. И куда нужно, туда ездили. На Дворцовую площадь были Эрмитаж. Где Эрмитаж? И в Эрмитаж заходили, прошлись по залам. Очень интересно. Как призналась пенсионерка, ей всегда везло в жизни. В молодости случайно наткнулась на объявление о наборе на стройку в Сочи, где ей с легкостью дали прописку. И потом, когда будучи дворником в местном домоуправлении, она получила квартиру в самом центре города. И вот сейчас, когда удалось побывать на главном футбольном первенстве мира, проходящем в ее родной стране. Миропия Григорьевна, вернувшись домой, призналась, что это была самая красивая сказка в ее жизни. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.